Всем привет, легендарные внучата, с вами я, Бабка Шоу, и в этом видеоролике мы будем создавать скин Андрея из Schoolboy Run Away. Я думаю, вы все знаете игру Schoolboy Run Away, потому что в последнее время она стала очень популярной. И поэтому сегодня я решил создать скин Андрея в игре Roblox абсолютно бесплатно. То есть, создать этот скин вы сможете за 0 робуксов. Но перед тем, как вы посмотрите этот видеоролик, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Погнали, легендарные внучата. Аж камера упала. Ну что, вот я уже и нахожусь в Roblox, и прямо сейчас мы будем с вами создавать скин Андрея абсолютно бесплатно за 0 робуксов. Я знаю, что у кошки Ланы вышел видеоролик, где она создавала скин, но она его создавала платно, а сегодня мы создадим его бесплатно. Ну что, смотрите, первым делом нам понадобится зайти в Marketplace, далее зайти в раздел Characters, вот сюда, и поставить фильтр на бесплатную цену. А именно, выбираем здесь Price Range и ставим максимальное количество робуксов 0. Принимаем это, и теперь у нас выйдут бесплатные вещи в Роблоксе. Среди всей этой красоты нам необходимо выбрать мальчика, который будет похож больше всего на Андрея из Кулбэрона Вэй. Тут, короче, есть какой-то Билли, в принципе он выглядит неплохо, но как будто какой-то темноватый, что ли. Есть также вот такая вот девочка, и она уже походит на самом деле больше на Андрея, но... Ну, какая-то она слишком девчачья, что ли. И вот такой вот парень Глент, или Глен, короче, он подходит больше всего под нашу заготовку, поэтому мы его берем. Надеюсь, мы сможем поменять его цвет кожи, потому что у нашего Андрея он немножечко светлее. Теперь мы заходим в раздел Closing, и здесь тоже понадобится найти одежду, которая такая же, как и у Андрея в Marketplace и раздел Closing. Еще раз напоминаю, теперь давайте искать. Нам с вами необходимо найти вот такой вот серый свитер. Вот так вот он выглядит, его мы сейчас забираем себе в инвентарь и наденем на нашего персонажа в дальнейшем. Теперь нам понадобится найти джинсы, и в принципе делается это тоже достаточно просто. Выбираем здесь Pants, вроде как просто раздел Pants, и в них должны быть какие-то вещи. У Андрея, конечно, джинсы обычного джинсового цвета, но таких у нас в Роблоксе вроде как нету бесплатно, поэтому мы можем выбрать что-то отсюда, например, Cargo Pants черного цвета. Думаю, особо разницы какой-то прям не будет. Можно надеть, например, коричневые брюки. Сделаем вид, что они у него полиняли. Ну а теперь давайте собирать наш скин. Для начала мы выбираем нашу заготовочку в Customize. Вот так вот выглядит наш парень. Офигенно просто, ребят! Сразу прям сходу очень красиво выглядит. И нам необходимо тоже сразу поменять ему прическу, если это, конечно, получится сделать. Раздел Head & Body, Хея. Да, друзья, прическу поменять можно. Это просто не может меня не радовать. Необходимо выбрать ему прическу, которая будет максимально сюда подходить. Например, вот такая. В принципе, выглядит, знаете, очень неплохо. Она такая, знаете, слегка зализанная, хотелось бы более растрепанную прическу. Есть еще Short & Sleek. Тоже, в принципе, выглядит очень неплохо. Прям, знаете, очень похоже. Она абсолютно бесплатная. Ее можно забрать в магазине. Есть еще вот такая светлая версия прически. Но у нашего Андрея все-таки более темные волосы. Поэтому необходимо выбрать, наверное, темную прическу, которую мы выбирали с вами изначально. Теперь надеваем вещи, которые мы взяли немножечко ранее. Для этого заходим в раздел Closing. И здесь уже увидим вот этот вот свитер. Да, выглядит он прям супер красиво. Отлично подходит под наш аутфит. Еще немножечко раньше в Roblox можно было получить вот такой свитер. Абсолютно бесплатно. Но он черноватый. Поэтому берем вот такой вот серенький красивый свитер. Далее понадобится надеть джинсы. И давайте посмотрим, есть ли все-таки у меня такие в инвентаре. К сожалению, нет, друзья. Я вот сейчас смотрю, здесь из похожих вещей есть вот такие вот какие-то штанишки. Но они как будто слишком обтягивающие, что ли. Есть, получается, вот такие Cargo Pants. Ну, они как-то более похожи под те, что носит Андрей. Хотелось бы, конечно, все... О, смотрите! Ребят, они, конечно, немного темнее, чем у Андрея. Но выглядят прям супер хорошо, по-моему, для бесплатных. Офигеть! Теперь нам понадобится портфель. И благо, что у нас есть очень много вещей из старых ивентов, которые мы сейчас сможем использовать в нашем костюме. Так, смотрите. Чего это такое? Нет, это нам не подходит. Давайте поищем еще другой какой-нибудь портфель. Ивент West Elm. Какой-то слишком большой, как бы. Тоже неподходящий. Давайте дальше искать. Вот такой вот, ребята. Да блин, а чё они такие огромные? Я не понял. Обалдеть! Чего у него такой громадный портфель-то за спиной будет? Портфель из ивента Builded Plate. Это что? Это что такое? Еще один вариантик из ивента Vans. Боже! Что это такое? Это просто какой-то капец. Ребят, чё он такой огромный портфель-то? Ребят, я даже не знаю. Даже платные портфели фигово смотрятся на этом персонаже. Почему-то на него не цепляются классические вещи. Не круто. Очень-очень странно, друзья. Нет, мы, конечно, можем его оставить без портфеля. Потому что, в принципе, в игре именно он у нас без рюкзака ходит. Но как будто бы рюкзак это такая его очень крутая фишка. Без неё как будто бы как-то скучно выглядит. Напишите в комментариях. Я, конечно, сейчас попробую поискать здесь. Но мне кажется, что здесь бесплатных вещей всё-таки нету. Только донатить придётся для того, чтобы купить какой-нибудь рюкзак или что-то подобное. К сожалению, кажется, сегодня мы остаёмся без рюкзака. Поэтому напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Прощаете ли вы меня, что я так оставил его без главной своей товарной штуки, короче. Ну, в принципе, выглядит неплохо, конечно. Но всё же как будто чего-то не хватает. А не хватает, друзья, обуви. Чувак-то у нас босой. А в игре он не босой. В игре у него есть, если что, обувь. Вот так она выглядит. Может, кто-то не обращал внимания. Поэтому нам сейчас понадобится надеть на него обувь. И у меня такая обувь вроде как была. В инвентаре. Так, где её найти только? Right Shoes. Вот. Так, ну, самое близко вроде как выглядят вот эти вот обычные ботинки, короче. Кеды какие-то. Это не совсем то, что надето на нашем Андрее в игре. Но, в принципе, выглядит неплохо. Поэтому давайте мы ему, конечно, не оставим, короче, без одного тапочка. Второй тоже сейчас наденем. И получается у нас вот такой вот персонажик. Давайте заходить в игру и тестить. Короче, первая игра, которая мне сразу попалась на глаза, это игра Алькины. Поэтому именно здесь мы будем сегодня делать обзор нашего скина. Вот так вот он выглядит. Знаете, очень-очень даже неплохо. Такой вот у нас получается Андрей. С широкими глазами. Достаточно радостный. В игре он у нас немножечко какой-то не такой счастливый. В отличие от вот этого образа. Более аккуратный, более прилизанный. Знаете, это Андрей из параллельной вселенной. Если бы он учил все уроки и не сбегал от родителей. Ну вот, у нас такой вот есть персонаж скульбой рановой. И даже выглядит графика похожей. Как будто мы реально играем в игру во второй часть. Офигеть. Вот такая вот история, друзья. Так что огромное спасибо вам за то, что вы посмотрели этот видеоролик. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк, если вам понравился этот видеоролик. С вами был я, Андрей, получается. Ну а если серьезно, бабка шоу. Гудбай, легендарные внучата. Вот такой скин у нас получился. Если хотите, можете его создавать. Он абсолютно бесплатный, стоит 0 робуксов. Просто супер.